Привет! На протяжении последних, наверное, двух или трёх месяцев каждый день я думала, завтра я сниму видео про фенечки, завтра я попробую делать фенечки, и каждый раз у меня что-то не получалось, и вот сегодня, наконец-то, наступил этот день. Но, прежде чем мы начнём, хочу рассказать вам трагическую историю своего бисера. Он сейчас выглядит вот так вот. Я открыла коробку не в ту сторону, точнее, ну, я положила её вниз и открыла, так что у меня всё смешалось. Это было ужасно, я думала, я больше к этому бисеру не притронусь никогда, и я сняла инстастори, об этом, и мне все говорили, сними, типа, как ты разбираешь бисеринки, что это даже весело, что это интересно и всё такое. Я думаю, действительно, наверное, это даже прикольно поразбирать его по разным цветам. Я думала, это займёт у меня, ну, часов, ну, боже, ну, два, ну, три, не знаю. В итоге я потратила три дня, и действительно, мне было очень интересно его разбирать. Это прикольное занятие, когда ты что-то смотришь или что-то слушаешь. Я попробовала миллион разных техник по удобному собиранию этого бисера. Я и выкладывала его на футболку для того, чтобы они по столу не раскатывались. И я собирала его щипчиками, я собирала его руками, разделяла по группкам и так, и сяк. Короче, я испробовала, мне кажется, все возможные варианты. И когда я закончила это собирать, мне даже стало грустно, что всё так быстро закончилось, как будто бы, хотя я потратила целых три дня на всё это дело. Ну, в общем, бисер снова в своём изначальном состоянии, он готов к фенечкам. Кто смотрел моё прошлое видео про бисер, знает, что у меня бисер не самый качественный. Я купила его на Амазоне, и я, если честно, не думала даже, что бисер можно как-то испортить, что он может быть не таким, как надо. Оказывается, можно, потому что у меня большинство бисеринок разного размера. Из-за этого я думаю, что мои фенечки будут выглядеть не наилучшим образом, но я чисто пробую, поэтому не особо критично, я думаю. Я когда задумала делать эти фенечки, я зашла в интернет, думаю, посмотрю, как это вообще, каким образом это плетётся. И первые несколько видео, на которые наткнулась, были на станках специальных, и для меня было открытием, что для этого есть специальные станки. Но потом я попала на видео Хельги, которая отвечает на все мои бисерные вопросы, и она делала там на самодельном станке эти фенечки. Я взяла вот такую вот штуку, это ящичек из органайзера, который сегодня будет моим станком. И так, бисер у нас есть, в принципе, это... А, нитка ещё. Я не знаю, нужна ли какая-то специальная нитка, если честно. Я этот момент как-то пропустила, но сейчас мне уже впадло это искать, поэтому я возьму обычную нитку для шитья. Насчёт картинки ещё, кстати. Я зашла на Pinterest, и это просто рай для человека, который хочет подобрать себе схему для фенечек. Там их настолько много, и они во всех абсолютно разных жанрах, что хочешь, то и выбирай. Я выбрала несколько, у меня сейчас, так сказать, глаза разбегались, я не знала, что именно из этого брать, что будет прикольнее сделать. Мне не хотелось брать, что это суперлёгкое, но не хотелось брать, что это супертяжёлое. В общем, я выбрала две картинки, которые я сегодня хочу сделать. Я, опять же, у меня нет вообще восприятия того, сколько мне понадобится на это времени, но я надеюсь на то, что я вот сейчас за один присест сделаю две. Так, здесь у нас 20 рядов. Значит, мне нужно прицепить нитку, налепить скотч на эту сторону для того, чтобы она держалась. Так, и теперь мы обматываем 20 раз. 20, боже мой, у меня не хватит бисера, я думаю. Сзади залепливаем скотчем ещё раз. Теперь нам надо распределить эти полосочки, например, на одинаковое расстояние друг от друга. Фух. Вот такой вот станок получается, теперь я возьму ещё другую нитку другого цвета. Теперь мне нужно отмотать много нитки. Теперь момент истины, правильно открыть бисер. Фух. Блин, я даже не посмотрела, кстати, есть ли у меня нужные цвета для всех этих штук, которые я придумала. Но будем по ходу разбираться. Нееет. Ты чего? Фух. Теперь я беру свою гигантскую иголку. И что я делаю дальше? Насаживаю определённое количество бисеринок, которые нам для этого дела нужно. А конкретно пока что все белые. О, нет, у меня белого очень мало, чёрт, его прям точно не хватит абсолютно 100%. Теперь мы это заносим вот сюда. Теперь каждую бисеринку надо... О, боже, как это... О, боже мой, я думала, это легче будет. Горяже сделать, как можно уследить за всеми двадцать тьми. Чем я взяла такую большую, но она мне нравится, с другой стороны. А если делать не сразу все двадцать, а скажем по пять. Мне это так бесит, что аж трясёт, ей-богу. По три будем. В общем, бесит, что бисер разный. Ну это вообще, это какого рода бисер? Кто его собирал? Фу, блин. Фу, блин. Ладно, эта нитка всё равно, по идее, нужна. Давайте это просто вот так оставим, она там за бисером спрячется, я надеюсь. Следующие три. Да не, это бред, да, по отдельности делать. О боже мой, стресс-левел сейчас очень высокий. Зачем? Я думала, это будет релаксирующее и весёлое занятие. Я так ждала того момента, когда я это попробую. Теперь меня это всё так раздражает, что я могу что-то в окно выкинуть. Ладно, давайте-ка это, дотестирую свою тему. Так, давай сюда, иди. Не смей, не смей заворачиваться в узел. Боже, о боже. Одни нецензурные слова лезут в голову сейчас, извините. Фу, слезайте, слезайте к чертям собачим отсюда. Я же просто хотела жабу. Ладно, хорошо. Возможно, это слишком высокий уровень для меня пока что. Давайте-ка начнём с чего-то полегче. А у меня нет ничего полегче, мы следующая картинка тоже на кучу штук. Может, это начало только такое сложное, потому что нитка ещё расхлябанная, тут ни одной бисеринки, ни одного ряда вот этого вот плотного ещё нет. Может быть, нужно просто пересилить первый ряд, и дальше пойдёт как по массу? Пожалуйста. Надеюсь, это так. Попытка номер два. Набираю все два. Ещё ни один крафт меня так из себя не выводил. Я уже не могу, я занимаюсь этим минут семь, может быть, от силы. У меня руки от злости трясутся. Я намотала по входу меньше, чем двадцать, у меня почти всё влезло, я в зубах держала нитку. Ах, раз, два, три. Всё правильно. Пробуем ещё раз. Боже, я сейчас заплачу. О, боже мой. Фух, второй раз действительно легче. У нас наконец-то начинается жаба. С минуты две назад я была уверена, что такие браслеты должны продаваться дороже, чем золотые, потому что золотые кольца и браслеты сделать легче, чем вот это. Но, в принципе, вроде бы я начинаю... Начинает получаться. Мне нужно открыть эту картинку по Create, для того, чтобы вычеркивать ряды, которые я сделала, потому что я сейчас со сто процентов запутаюсь. Я думаю, я возненавижу бисер после этого. Сразу после того, как я это сказала, стали на места те штуки, которые меня заставили это сказать. Спасибо. Но выводы уже сделаны. Я не обижаюсь, я делаю выводы. Хочу крушить все вокруг, как Халк. Блин, возможно, Халк таким и стал, из-за того, что он бисер собирал этот. Это видео можно использовать, как мою Villain Origin Story. Не знаю, какой эквивалент у этой фразы по-русски, типа, то, почему я стал злодеем. Это звучит как YouTube-видео какое-то. Давай, покатайся, конечно, мы никуда не спешим. Фух, видали, как красиво ушло. Сейчас понимаю, что у меня не хватит... Надо все это дело вниз опустить сильно. Боже, это невыносимо. У меня еще руки замерзли, и они неповоротливые, и они как замерзшие палки, как ручки-веточки у вас буквально. Думаю, тот, кто написал песню «Боже, дай мне сил» тоже написал ее во время того, как он пытался фенечку из бисера сделать. Уже почти в конце. У меня заканчивается белый бисер. Что мне делать? Я думала заменить его на какой-нибудь другой цвет, что будет выглядеть не очень красиво, но в то же время мне не придется идти в магазин. Это будет странный, ровный, четкий переход. Хотя, если красивый цвет подобрать, ну какой красивый цвет? Я так руки грею, если что. Очень холодно. Я надела футболку зачем-то вместо свитера. Чисто для видео. Теперь я замерзла, как собака. Ладно, давайте, пацаны, мы это сделаем. Осталось всего-то ничего, это шляпа, и все. Думаю, песня Шакира и ля Тортура тоже была написана про бисер. Есть теория, что мат как явление появился тогда, когда люди впервые изобрели бисер и начали из него что-то пробовать. Я сходила на мини-перерыв и настроена закончить это здесь и сейчас. Так, белый официально закончился. Я думаю, я добавлю вот это вот нежно-розового цвета. Розовым кашу не испортишь, я надеюсь. Надо было Золушку не заставлять гречку с рисом разбирать, а фенечку связать надо было и дать. Какое же удовольствие, когда они все становятся как надо, и ты просто продеваешь ниточку, и это так все аккуратненько и ровненько становится. Боже мой, почему не всегда так? Я еще купила вот такие вот застежки-трубочки. Я думала, что у меня браслеты будут очень тонкими, но теперь у меня эти застежки получаются неправильного размера, так что... Все пошло не так. Ну ладно, сейчас попробуем. Значит, давайте-ка рассыпем весь бисер и снимем эту штуку. Теперь сказано попарно связать все ниточки. Боже мой, сколько же тут работы. Так, дальше там используется клей-пистолет. У меня такого дела нет, поэтому придется импровизировать. Я просто свяжу это вот так. Итак, тадам! Вот что у нас получилось. Я прицепила вот такое вот колечко от брелка для того, чтобы оно было так вот, как макраме, как будто бы, да, это называется так, чтобы можно было на стену повесить. В целом, мне очень нравится, как это получилось, если бы не разного размера бисер и нитки, которые торчат у меня по бокам. Их, по идее, можно немножечко прижечь и как-то спрятать, но я, если честно, боюсь, потому что я думаю, что я прожгу нитку, и оно все распадется. Я вчера уже начала монтировать начало этого видео, и, боже мой, как же я бесилась. Наверное, со стороны это не будет казаться как что-то, что может настолько выбесить, но реально было очень сложно. Мне, конечно, надо было для начала взять полосочки на 4 примерно, а не на 20 сразу, но, мне кажется, процентов на 40 вина моих психов была в том, что у меня пальцы закоченелые были. Мне нужно было отойти, отогреться, чтобы им подвижность нормально вернулась, и тогда было бы легче. В целом, в общем, сейчас, когда я успокоилась, мне это дело понравилось. Мне было очень прикольно вставлять вот эту иголочку, как оно... Мне очень нравится, что целый ряд сразу становится. Это как будто картинка рождается гораздо быстрее, чем когда ты плетешь по-другому, как я, например, кольца плела. Но, к сожалению, вторую я делать сегодня не буду, потому что у меня, мне кажется, нервов не хватит. Я, наверное, подожду чуть-чуть, успокоюсь, посмотрю, какие нитки нужны, потому что мне кажется, если честно, что обычная нитка как-то недостаточно плотно это все дело держит. Возможно, надо было просто толще нитку, или... Не знаю. В общем, мне надо посмотреть, какие нитки надо использовать. А также, возможно, я приобрету нормальный бисер, чтобы он меня так сильно не бесил. Потом как-нибудь уже сделаю эту вторую картинку, потому что она мне тоже очень нравится, и хотелось бы ее сделать. Так что да, спасибо, что вы посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вас не сильно бесило то, что меня все бесило. Спасибо большое моим патронам, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok